МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы можете уже задавать на сайте эхокирова.ру. Да, раздел анонса, в шапке фотография нашего гостя. Пожалуйста, задавайте вопрос. Я напоминаю, что на сайте эхокирова.ру доступны текстовые версии программы. И я, Володя, заметила, что в последнее время тексты читают все больше. Я тоже замечаю. Не зря трудятся наши коллеги. Совершенно верно. Все больше читают тексты. Мы как раз вчера с Владимиром Костиным, вице-спикером ЗАГС Собрания, это обсуждали. Он говорит, я тоже предпочитаю читать. Это хорошо. Теперь вот для удобства наших слушателей и наших экспертов и всех наших гостей мы делаем расшифровки, текстовую версию выкладываем. Ну, тут же удобно. Например, читает тот же Владимир Александрович какое-нибудь особое мнение. Там же сразу можно Ctrl-F и вбить Костин. Вдруг его упомянут и сразу же выдаст ту часть текста. Можно цитировать. Совершенно верно. Обсуждать можно. А мы сейчас с тобой о дневных разворотах о сегодняшних говорим. И после 12 часов у нас будет культура. Театр Наспаской придет к нам в гости. Мы будем говорить о премьере спектакла. Да, конечно, 12 и 13 числа. Совершенно верно. Мы вкладываем таким образом свою лепту в развитие, как это называется, как это говорил губернатор Кировской области Игорь Васильев, афишу нам надо пополнять, афишу культурными мероприятиями высокого уровня. Вот мы тоже стараемся афишу нашу освещать, что в городе происходит. Театры, конечно, в первую очередь. И о тюзе будем говорить, о премьере будем говорить. Ну, что касается первой часа и первой темы, она в том числе навеяна вчерашними нашими эфирами. Очень мы вчера подробно говорили о программе формирования комфортной городской среды. Прям пошагово вот инструкция такая у нас получилась. Разбирали в прямом эфире, что люди должны делать для того, чтобы... Поучаствовать. Поучаствовать, попасть в эту программу ремонта дворов на будущий год. После чего Володя Сметанин прям сразу направился в теруправление собственное, да? Нет, я в Новоровского 39 побывал. А, ты в мэрию пошел. Я в мэрию пошел. Ты пошел в мэрию. Для того, чтобы посмотреть проекты, которые уже получили одобрение, чтобы свериться. Это потому, что Володя стал активистом своего дома. Ой, какой активист я. И да, я надеюсь, что все-таки наши программы тебя сподвигнули на это. Для того, чтобы благоустроить эту территорию, как-то договориться с соседями, взять образцы тех проектов, которые были, чтобы можно было подать заявку на благоустройство двора. Это очень важно, потому что ты живешь в старом микрорайоне, в центре города. Ну, Хрущевский такой двор. И там уже очень много чего нужно делать. Я очень хорошо этот двор знаю. Я сама жила в этом доме какое-то время. И там старые деревья, хотя красивые, ветвистые, но старые. И там уже раздолбанное совершенно асфальтовое покрытие. И много чего нужно делать. Я даже не помню, есть ли там детская площадка. Детской площадки там нет. Детской площадки нет. Я думаю, что в ней большой потребности, по крайней мере, на данном этапе нет. Парки рядом. Парк рядом, да. И, во-вторых, люди в основном пожилого возраста живут. Ну, и ты злой над детьми. Детишек не так, что надо. Ну, смотрите, какая интересная история, правда? Вот сотрудники нашей редакции уже активно участвуют в этих проектах. И слава богу. И мы сегодня будем говорить о возможности интеграции программ, инициативного бюджетирования в приоритетный федеральный проект формирования городской среды. Для меня это новость, товарищи. Несмотря на то, что я вроде бы активно общаюсь с нашими гостями, которых сейчас представим. Михаил Шевелев, руководитель Кировского офиса консультантов инициативного бюджетирования. Здесь Миша, привет. Добрый день. Николай Плюснин, консультант инициативного бюджетирования. Николя, здравствуй. Добрый день. Ольга Романова, главный специалист, эксперт отдела методологии в сфере бюджетной политики Министерства финансов Кировской области. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Мы будем сегодня также связываться по телефону с Еленой Савиной, главой города Кирович-Пецк. Елена Михайловна очень активно сейчас посещает различные семинары, сессии, которые посвящены в том числе инициативному бюджетированию, развитию как раз взаимодействия муниципальных властей с населением, с горожанами, скажем так. И я вам скажу, почему для меня это удивительно. Когда мы говорили про инициативное бюджетирование и про ППМИ, которое очень развито в нашем регионе, я как-то не думала, что эти направления будут интегрированы в федеральную программу «Комфортная городская среда». Ну, то есть «Комфортная городская среда» сама по себе, федеральные там вот эти деньги. ППМИ, инициативное бюджетирование само по себе. Да, они имеют пересекающиеся проекты. Это все вопросы благоустройства. Но развейте мои сомнения, потому что я стала опасаться, что денег станет меньше, просто будут перенаправлены потоки, и теперь ППМИ и бюджетирование будут брать деньги из «Комфортной городской среды», заявляясь там на разные гранты, а не иметь собственный источник бюджетирования. И таким образом количество денег-то уменьшится, как мне кажется. Вот у меня есть такие опасения, Михаил. Что сейчас за сигналы подает Михаил Шевелев? Давайте озвучим свои предположения. Ну, ведь Светлана вы разумный человек. То есть это может произойти. То есть когда денег мало в бюджете, то это вполне может произойти, потому что кто-то может посчитать о том, что в городе, так как в городах присутствует больше федеральных средств, больше возможностей для дворовых территорий, для общественных пространств, то давайте мы немножко бюджет для участия городских, скажем так, инициаторов, проекта поддержки местных инициатив, немножко уменьшим бюджет. Такое на самом деле произойти может, и то, что вы опасаетесь, мне кажется, это правильно. Но я бы сказал не совсем про это, потому что мы, на самом деле, в последнюю очередь, наверное, на этом мероприятии говорили про деньги. В большей степени мы говорили про культуру. Мы говорили про то, что... Вот представьте, вот есть программа «Комфортная городская среда». Там отвечает Министерство строительства, ЖКХ и так далее. — Федеральная программа. — Да, федеральная программа, но имеет, скажем так, региональный ГРБС. У нас есть программа «Народный бюджет», то, что есть, Министерство финансов, которое является отличным проектным центром. — Региональная программа. — Региональная программа. Есть проект по поддержке местных инициатив. — Региональная. — Региональная программа. И есть региональный ГРБС в виде Министерства социального развития. — ГРБС? — Это главный распорядитель бюджетных средств. То есть это тот орган, который распоряжается субсидиями, деньгами, направляет их конкретно в конкретный город. Три региональных программы, одна федеральная. Есть еще другие. Есть безопасная и качественная дорога, которая тоже так или иначе требует общественного контроля, участия людей и так далее. И есть еще муниципальные программы в городе Кирове, небольших грантов, которые тоже можно использовать. Есть небольшие гранты. Есть в городе Кирово-Чепетке, а программы, которые реализуют Кирово-Чепетке химкомбинат, тоже поддерживают определенные группы. Теперь представьте, на муниципальном уровне есть исполнители, которые работают непосредственно с населением, с дворовой территорией, например, Валуи. И этот исполнитель, по большому счету, он один на все эти программы. И он должен каким-то образом выстроить такие отношения с жителями конкретного многоквартирного дома, дворовой территории, общественной организации, чтобы учесть требования всех этих программ и, собственно говоря, проектов, которые... Всполнитель – это конкретный чиновник или целый офис чиновников? Нет, это, скорее всего, группа людей. В городе Кирове, например, есть центры местной активности, которые объединены в определенную группу. И, собственно, они находятся на отре, скажем так, разговора с населением. Так вот, мы на нашем семинаре в большой части разговаривали о том, как выстроить работу конкретного инициатора, который хочет что-либо сделать в своем городе с городской властью. Конкретного инициатора, в смысле, гражданина или группы? Гражданина, группы. Заинтересованных, активных, да? Понимаете, один гражданин не интересен ни одной муниципальной власти. То есть, если мы говорим... Как печальное заявление. Мы это запомним, повесим на стену. Ну, конечно, те, у кого есть определенные лобби, информационные ресурсы и так далее, они в приоритете перед городской властью. Что за наберки такие? Но, на самом деле, для власти любого муниципального служащего очень важно помочь как можно большему количеству людей. И поэтому очень важно работать с самоорганизованными группами граждан. Например, в Российской Федерации очень часто такие проекты реализуются как раз во взаимодействии с инициативными группами. То есть, они требуются, что не один, например, Володя пришел, а, собственно, чтобы за ним стояли еще люди, которые тоже инициаторы. У нас в Кировской области, на самом деле, в проекте по поддержке местных инициатив требования еще жестче. То есть, за ним должен стоять не просто как бы там инициативная группа, а за ним должен стоять целый дом. Там ТСЖ, ТОС, там, условно говоря, самоорганизованная достаточно большая группа граждан, которые все пользуются этим объектом. Так вот. Благополучателей много должно быть. Да. Не один человек. Желание того, чтобы осчастливить как можно большее количество людей, как можно больше, более эффективно потратить средства бюджета, оно правильное, на самом деле. И вот как раз в этих программах, там, комфортная городская среда, там, проекты инициативного бюджетирования, существуют, с одной стороны, требования работы с жителями, да, требования формирования, там, организации общественного контроля в том числе, а с другой стороны, существуют совершенно разные технологии. С одной стороны, выстроена технология, которая очень жестко регламентировалась в рамках комфортной городской среды, вчера, когда рисовали, наверное, там, процедуру, она жесточайше регламентирована. С другой стороны, ну, понимаете, когда документ становится главнее человека, технология, ну, становится в большей степени бумажной, нежели, собственно говоря, гуманитарной. Вот здесь мы прервемся на небольшой перерыв, и только должны сказать, что если вы хотите послушать о том, как формируется программа «Комфортная городская среда» и какова эта технология, вы можете на нашем сайте, хакирова.ру, послушать вчерашний дневной разворот, который сейчас был, Володя. Более подробно, конкретно о программе мы говорили после 12, то есть это вторая часть. Прервемся на полминуты и продолжим с нашими гостями. Продолжаем разговор. Мы говорим о том, как люди могут поучаствовать в различных проектах, направленных на благоустройство окружающих их территорий. Мы, в общем, активно очень нашей редакции поддерживаем такую информополитику, что нужно просвещать, рассказывать, разжевывать. И надо сказать, что если раньше мы больше наметки были, примеры приводили, то сейчас очень системно выстраивается наш разговор, поэтому внимания горожане. Программ действительно много, и теперь, оказывается, эти программы интегрируются, это тоже важно понять. И особенно важно понять, куда пойти, но это чуть позже, может быть, или в процессе мы тоже обсудим. Потому что вот много программ, много вроде бы разных людей и ответственных категорий граждан, но, тем не менее, надо понимать, где сделать первый шаг. А мы продолжим сейчас все-таки с того момента, почему возник этот вопрос, почему на Ярославском форуме возник этот вопрос, коль ты хотел рассказать, какие там освещались. Наверное, впервые мы говорили не в формате, приехали люди, которые занимаются именно инцидентным бюджетированием. К нам приехал Минстрой, и их выступление, оно было первым и программным. Минстрой, потому что программа «Комфортная городская среда» – это Минстрой России. Собственно, что они выявили за полтора года работы программы, ну, два скоро будет. Главная проблема, которая у них оказалась, они не умеют выстраивать коммуникации с населением. Часто их желания, которые есть у них и в их программы вложены, не совпадают с тем, что хотят люди, и наоборот. И та проблема, которую они, как еще одну, там, приоритетную для них сегодня в решении – проблема эксплуатации объекта после его строительства. Кому передать на содержание. Вот площадку построили у нас во дворе здесь редакции на Карл-Альпкингт-71. Шикарная баскетбольная, волейбольная, футбольная площадка. В этом году провалилась центр площадки. Никто не знает, кто это должен потом вот это вот делать. Разрушился забор, дети стали собираться уже для других целей. Он не разрушился, а разрушили чьи-то шаловливые ручки. Вот потому что. Да, то есть, смотрите, это та тема, которая в Кирове, в ППМИ, уже давно была поднята и уже стоит, даже не обсуждается. Мы все знаем точно, что есть, даже за вашим объектом, точно есть собственники, хозяин, который его должен обслуживать. В Хиротипецке получилось лучше, об этом попозже Михаил расскажет. По пути мы сегодня говорим про Хиротипецк как пример, где реально можно на них ориентироваться. Я надеюсь, что такие проблемы решены в программе «Народный бюджет». У вас тоже это есть? Да, у нас все объекты отданы муниципальному образованию, который реализирует проект. А если мы вернемся к самому началу программы «Конфортная городская среда», там же по условиям программы объект передается дому, то есть жителям. А если это дом частный, то по сути каждый житель получает себе еще 300 метров асфальта, тротуар, скамейки. Это уже частное имущество дома, и дома должны управлять не управляющие компании, ну, если только они захотят, а уже сами жители. И это сегодня проблема. Я хочу добавить, как оказалось в разговоре кулуарных и прочих с тем, как реализуется «Конфортная среда» в других регионах, оказалось, что сама по себе проблема передачи созданного имущества является колоссальной. Когда программу запустили, не подумали о том, что у этого имущества должен быть балансодержатель. Передать ее на баланс дома, ну, по тем протоколам, которые, собственно говоря, существуют без вовлечения жителей, скажем так, да, представляется иногда очень сложной юридической, да и практически нереализуемой конструкцией. И в некоторых регионах пошли по пути, что эти объекты передают на баланс управляющей организации. Управляющей компанией. То есть там, где есть ТСЖ, там более-менее понятно, когда они себя управляют, и они сами принимают, и это, собственно говоря... У нас ТСЖ, например, да? У тебя тоже ТСЖ? Концептуально как бы понятно. А вот когда получают на баланс управляющей организации имущество у многоквартирного дома, честно говоря, проблемы, которые возникнут через 2, 3, 5, 7 лет, они будут просто катастрофические. Потому что управляющая организация может обанкротиться, может передать свое имущество, может вписать его с баланса, понимаете? А требование того, что необходимо это имущество содержать по правилам благоустройства, то есть появление ямы, по большому счету, на сегодняшний день на уровне муниципальных программ, оно недопустимо. Собственников могут просто обязать за свой счет ликвидировать эту яму по суду, либо там какими-то другими надзорными мероприятиями. Об этом очень многие не знают. И вот эти недоделки, эти недопродуманности, они очень серьезный риск накладывают вообще на будущее отношение, ну, такое соседское, скажем так. Потому что сегодня-то, ну, трудовой части не так много, там нужно, главное, собраться, там, сходить, там, оформить документы, встать в список немножко повыше всех остальных, получить деньги. Честно говоря, многие еще, ну, как бы, скажем, ожидают, что это будет современно. А у нас, к сожалению, часто технические отделы делают это из бордюров и асфальта и подходов, которые еще там в 80-х годах, наверное, уже не новыми были, там, прошлого века. Ну, не говоря уже о том, что у самих людей зачастую такие же представления. Конечно, конечно. И у людей есть представления, есть камеечки, которые там появляются, и урны, и светильники, они, ну, далеко не всегда бывают современными. И вот когда вы, кстати, про детскую площадку говорили, да, это тоже у нас некий формат, шаблон о том, что у дома должна быть детская площадка. Но нормального дома вполне может быть площадка для отдыха, может быть сквер разбит, может быть еще какие-то места я сделала, там, место для курения, там, условно говоря, благостроенное, там, шахматы и курение, там, это вполне может быть таким трендом. А про это ведь тоже нужно, как бы, думать, и это нужно прививать и просвещать, это нужно. Давайте мы посмотрим тогда с точки зрения, вот как раз начнем с этого, как в программе, которую, Ольга, вы занимаетесь, решен этот вопрос, с передачей на баланс территории, и как потом за ней следят? Мужчины, подхватывайте Ольгу, если, да, первый раз у нас этот вопрос. Ну, у нас все проекты, которые могут реализоваться в рамках народного бюджета, они, все объекты передаются в собственность администрации городского поселения. У нас только городские поселения участвуют в области в проекте. То есть, ну, с этим проблем не возникает, администрация следит за тем, чтобы все было хорошо. Ну, и граждане, которые инициировали этот проект, которые голосовали за него, тоже, естественно, следят, потому что чувствуют свою причастность. Но деньги, деньги на ремонт этих территорий тратит уже муниципалитет. Конечно, конечно. Тратит муниципалитет. Данил Каил, просто я хотел бы сказать, что откуда деньги пришли в муниципалитет? Муниципалитету не важно. Например, возьмем Вахруши, да, то есть у них в рамках народного бюджета сделано несколько проектов по народному бюджету. В рамках комфортной городской среды в этом году сделано несколько объектов. В рамках ППМИ сделано множество объектов. Для них сегодня проблема. В целом, то есть не выделяя как бы каждый объект из того, где этот объект сделан, а в целом сформировать свой бюджет на достаточном уровне, чтобы содержать это имущество в достаточно, скажем таком, работоспособном хотя бы состоянии, хотя бы безопасном состоянии. Я знаю, я столкнулась с этой проблемой на самом деле. Когда мы говорили о проекте 30 скверов, первая проблема, которую заявляли городские власти, денег нет. И мы ее решили. У нас нашлось 10 крупных компаний и спонсоров, которые сказали, вот наши деньги, мы готовы их вложить в сквер. Вторая проблема была бюрократическая. Ну, то есть вот он снимался этот вопрос, тут молчали чиновники. Ага, как это деньги? Есть, окей. Вторая проблема это была найти территорию. Она решилась буквально за 5 минут на одном совещании. Оказалось, они есть. Третья проблема была, что необходимо подготовить документацию, и никто не собирался помогать с этой документацией. Ее решали почти год. И дальше достали последний козырь чиновники. А кто все это будет содержать? И поэтому если сейчас вопросы у жителей есть, почему так мало скверов из 30 сделано, я вам изложила все 4 пункта. Поэтому деньги, которые доставали и выкладывали на стол стопочки крупные компании, они так и остались нетронутыми, но ушли на другие проекты социальные. А скверов появилось меньше. Вот я знаю прекрасный совершенно Пермамайский район, в котором мы видим буквально на глазах растут скверы. Это вот чистая инициатива теруправления и его главы, который активен, который умеет договариваться, и который понимает, как это нужно делать, на балансы передавать, значит, партнеров привлекать, соблюдать все юридические процедуры и прочее. Других нет. То есть мы с вами говорим, в общем-то... Чиновники умеют искать проблему, а не предлагать решения. Многие, не все. Проблема приоритизации. У нас есть многомиллиардный бюджет города. И на что тратить деньги, это приоритет, к сожалению, не жителей. То есть у нас так выстроена система. Вот когда мы решим проблему... А она культурная, проблема приоритизации в том, на что тратить деньги. На содержание скверов, зелёных там насаждений и так далее. Либо на содержание аппарата для создания бумаг. Вот в этом случае, ну, когда это изменится, мы не знаем, потому что на самом деле это не зависит даже от администрации города очень часто. Но я должен сказать, что вот мы в Пермский край объехали с Николаем Валерьевичем. Мы побывали в городе, там, на Ябске, в Уфе. Я должен сказать, что действительно там, где появляются молодые команды новых людей, которые интересно заниматься муниципальным управлением, которые приводят свои молодые кадры, молодых специалистов, там бывает это всё живее, динамичнее, интереснее. Просто люди ищут решения. Мы говорим о людях, которые работают в администрации. Они не уставшие, да. Приходят работать. Они не уставшие, Михаил. Прям хочется по головке уставших чиновников погладить, дать им конфетку и чай. Честное слово. И отпуск от правильного. Да, и отпуск в санаторий. Прервимся сейчас на полминуты и продолжим разговор. Это очень важный разговор. Мы будем говорить, продолжать говорить о том, как необходимо развивать инициативное бюджетирование, как оно интегрируется в федеральный проект формирования комфортной городской среды. Потому что это новость, правда, новость для нас с нашими гостями. Буквально через полторы минуты продолжим. Михаил Шевелев, Николай Плюснин, Ольга Романова. У нас здесь студия. Мы говорим о благоустройстве городской среды. И мы говорим о разных программах, которые направлены на это благоустройство. И мы теперь понимаем, что процессы меняются, программы интегрируются и выявляются очень серьезные проблемы. В частности, у нас три сейчас обсуждения. Это проблема как раз передачи возникающих объектов благоустройства на содержание. Мы видим, что граждане не готовы содержать построенный объект. То есть научились уже более-менее участвовать, например, в ППМИ. А вот содержать после этого еще не научились. Трудно согласиться с тем, что из года в год будешь выкладывать какую-то сумму на поддержание этого проекта. Муниципалитеты по каким-то программам, которые Ольга Романова представляет. Заранее был заложен этот механизм, что передается на муниципальный уровень. И муниципалитеты это делают, но столкнулись, я уверена, с другой проблемой. Нарастает количество, циферка, которой необходимо закладывать в бюджет на содержание. А мы знаем, что с бюджетами муниципальными происходит. Ольга, вы отслеживаете эти процессы? Действительно? Нарастается, увеличивается. Такие нюансы существуют? Ну, раз проектов больше. Или уже это вне поля вашего зрения? Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Ну, по логике вещей. Если больше проектов, то и больше объектов их содержать нужно. Объектов много, но пока не возникает такой у нас проблемы, по крайней мере. То есть муниципальное образование не обращается с такой проблемой, что мы не можем содержать. А какие недочеты есть тогда? Смотрите, с передачей на баланс все вроде бы хорошо. А какие все-таки препятствия возникают в вашей работе? Знаете, у нас изначально бывает такая проблема. Все объекты, все проекты, они должны относиться к ведению городского поселения. И часто граждане еще вот на этапе выбора проектов выбирают не совсем те проекты. Например, ремонт автостанции. Автостанции не относятся у нас к городским поселениям, а хочется. И вот тоже тут такой весь момент недовольства. Когда людям начинаешь разъяснять, что это немножко не то, и вот разочарование наступает. Вы тут нам палки в колеса оставляете. Мы хотим, у нас есть желание работать. И вот тут у меня все время возникает вопрос, где центр компетенции? И где центр, который будет все запросы граждан обрабатывать и распределять по разным проектам, которые мы тут перечисляли? Кстати говоря, по поводу вот этого самого центра компетенции, как нам сказали Минструин на семинаре, они будут в свои центры, которые сейчас делают в каждом регионе, вводить ставку специалиста по работе с сообществом. Ой, да вы что? Да. Да, это было как анонсировано и представлено. А может народ выбирать этого специалиста? Постепенно мэр города будет не человек, который возглавляет администрацию, который будет возглавлять работу с населением в центре компетенции. А эта ставка будет, извините, в региональном правительстве или в каждом муниципалитете? Это не было сказано. Не было сказано. А что это будет? На уровне, не знаю, заместителя главы администрации местной или что это? Какой-то вообще незаветный. А ставка за счет чего будет вводить? За счет федерального бюджета или за счет регионального? Или люди будут скидываться на зарплату специалиста? У нас не будет центра межкомпетенции. Это очевидно уже. Но он обязательно должен быть создан. А когда приезжал специалист из Минстроя, он говорил, что это по решению региона произойдет? Ну, то есть у нас не будет специалиста по работе с сообществом. Нет, он будет. Если деньги из федерации придут, то назначат какого-нибудь специалиста по работе с сообществом. Ну, я думаю, что его точно не будут выбирать население. Ну, может быть, и не надо. Только главное, чтобы специалист был. Да, главное, чтобы он был компетентен в работе с населением. Грустно как-то это вот сейчас, товарищи, прозвучало. Мы пытаемся, тем не менее, связаться с Еленой Савиной, главой города Кирово-Чепецк. Наша редактор Анна Лапшина пишет, что пока нет ответа. Но Елена Михайловна нам обещала, и мы все-таки будем пытаться... Можно я расскажу про Чепецк? Чуть-чуть. Не думаю, что Елена Михайловна про такое расскажет. А я расскажу даже не про Чепецк, а про город Ноябрьск, в котором мы... В Ханты-Мальтийском, в Тавномном округе. Нет, в Ямал-Невском. О, Ямал-Невском, я все время путаю наши северные, большие субъекты. Но мы не так много ездили, как ты, Миша, поэтому нужно ошибиться. На самом деле, там было для меня тоже такое культурное открытие, которое связано с тем, что я им рассказал о том, как работают в Чепецке с точки зрения, ну, вот, по парковкам, да. То есть создание парковки, муниципальной парковки, но для жителей определенного микрорайона, территории, по проекту поддержки местных инициатив, что вполне возможно, оно приводит к появлению пространства, как раз которое требует содержания, которое нужно нагребать, которое нужно чистить, которое нужно следить, которое требует какой-то там... Ежедневных каких-то контроля. И, соответственно, муниципалитет не может следить за этими парковками, которых требуется, на самом деле, великое множество, даже для такого небольшого города, как Кирово-Чепец. И, соответственно, они разработали такую форму, когда с инициаторами, с жителями, которые создают эту парковку, они заключают соглашение о том, что, с одной стороны, есть инициативная группа, с другой стороны, администрация, и они договариваются о том, что по окончанию проекта данная группа обязуется в течение, там, словно говоря, 10-15 лет сохранять это имущество. То есть следить за ним, обеспечивать текущий ремонт, уборку. Это договоренность на бумаге зафиксирована была? Да, конечно. Это как раз соглашение. И для нас оно вообще вполне естественно. То есть это нормальное, не юридическое, а отношение между жителями администрации, которые... Общественный договор такой. Да, которые стали возможны в результате взаимного просвещения и разговора, диалога. Я когда этот пример приводил в Ноябрьске, я видел множество возмущённых не чиновников, для которых мы проводили этот семинар, а жителей. Это как-то мы сначала свои денежки вложим в создание этой парковки, а потом что, мы это муниципальное имущество ещё должны содержать? Нет. Полномочия муниципалитета они должны, они будут содержать. И муниципалитет, кранив голову, говорит, да, мы будем содержать. Вы хотя бы просто возьмите и сделайте что-то себе. Потому что у них бюджет побольше, чем у город Киров, при населении меньше, чем у нас. И вот эта культурная составляющая и необходимость вовлекать жителей в инициативу и в делу, даже при наличии денег, является очень большой проблемой. Гораздо более важной, чем отсутствие денег. Пока мы говорим про деньги, денег всегда будет не хватать. Когда мы будем говорить про культуру, отношения и так далее, мы можем изменить это без денег. Я извиняюсь, а вот по Чепецку ещё могу сказать? Да, мне кажется, что уже надо самим рассказать про Чепецк. Как удалось договориться с гражданами? Как проводили эту просветительскую работу, если знаете? Пока не можем мы дозвониться. Но вот как удалось договориться, и что в этом договоре прописано? Обязанности сторон? Что? Давайте я начну не с этого момента. Я начну с того, что Елена Михайловна в своё время возглавляла инициативную группу, которая реализовала проект по поддержке местных инициатив. Она сама прошла весь путь. Она сама прошла весь путь. Она реализовала не только этот проект. Она была и до этого, собственно говоря, достаточно активным участником процессов таких коммуникационных, населения и власти. И когда она стала с этой стороны, она, как сказала, вот когда мы с ней разговаривали, она сказала очень просто. Я уже знала, как я буду выстраивать свою работу, потому что мне это понятно. И на сегодняшний день у них сформируется достаточно серьёзный каркас общественных, территориально-общественных самоуправлений, общественных организаций по микрорайонам, по всей территории города. Где в культуре отношения есть один момент. Вы создаёте свою рабочую ячейку, работаете с населением, просвещаете их, мы вас учим, вы учите всех остальных. Вы совершаете определённые шаги. Не обязательно денежные, но денежные в рамках ППМИ, да, они важны. Но есть шаги, связанные с проведением дня города. То есть, ребята, у вас, чтобы проведить день микрорайона, вы совершите тоже определённые действия по начнению жизни. День соседей, о котором мы рассказывали, да? В Добрянке. Да, да, да. Вот. И, соответственно, вот этот вот каркас, создаваемый, плюсом открытые возможности для всех инициатив и выстраивание вот этой вот работы по последующему, привело к тому, что они сами у себя выбили определённые ставки у Минфина. И сегодня есть два человека, которые постоянно занимаются мониторингом общественных пространств и объектов, которые созданы в рамках ППМИ. В Чепецке. Эти люди своими силами ремонтируют качели, наблюдают то, что происходит в течение гарантийного срока эксплуатации этого имущества. Они постоянно мониторят. И это очень большой шаг в этом направлении. А вот Елена Михайловна, глава Киров-Чепецка у нас на телефонной связи. Алло, добрый день, приветствуем вас. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что всё-таки мы до вас дозвонились. Вот Михаил Шевелёв с нами, Николай Плюснин, Ольга Романова, вы все вместе побывали в Ярославле недавно на семинаре. Да, но мы сейчас не про Ярославль. Мы про конкретику говорим до сейчас. Михаил начал говорить о вашем опыте. Я так понимаю, пока что для Кировской области уникальном опыте. Да, Михаил? Что за знак сейчас? Только для Кировской области. Для Российской Союзной. То есть выше бери этот знак. Значит, уникальном опыте. Прежде всего, мы как раз обозначили проблему по передаче имущества, который возникает в процессе реализации программ «Комфортная городская среда», ППМИ и так далее. Не комфортная. ППМИ, народный бюджет. А второе, открылось, что вы выделили ставки, я так понимаю, в муниципалитете, да, и у вас есть люди, которые непосредственно работают с населением на всех этапах проведения этих проектов. Это так? Ну, наверное, не ставки выделили. Мы пересмотрели должностные обязанности и переформатировали их. Поэтому у нас, безусловно, есть люди, которые занимаются этими вопросами, потому что если управлять этим процессом, то это должен быть человек, который за это отвечает и продвигает. А у людей спрашивали их мнение? Они хотят этим заниматься? Кто эти люди, у которых обязанности немножко переформатировали? Они сейчас занимаются непосредственно работой с населением? Ну, прежде всего, проектом поддержки местных инициатив занимается заведующий организационным отделом администрации города Кирово-Чепецка, потому что одно из основных ее направлений работы было как раз работа с населением. И здесь совпало состояние души и как раз то, что необходимо было ввести в должностные обязанности. Это очень важно. Безусловно, что ей помогают еще и специалисты администрации, которые курируют непосредственно строительные вопросы, правовые вопросы. Ну и у нас есть еще специальная ставка в учреждении под ведомством, которое занимается непосредственно мониторингом желаний нашего населения, мониторингом состояния и реализации самих проектов и состояния объектов, которые уже введены и эксплуатируются. Люди, чепчане, они знают этих двух конкретных людей или они какими-то другими путями до них добираются? Они знают, что если у них возникла идея что-то построить, не обязательно они говорят о том, что это они хотят построить, но они хотят видеть в своем дворе вот именно этот объект. Они прекрасно знают, куда прийти, а если не знают, какой специалист занимается, то все, кто встречают при входе в администрацию города Кирово-Чепецкого, узнают, по какой причине пришел горожанин, направляют именно к этим двум людям. Конкретным людям, не через десятые руки. У нас говорят, сходите в УК, в управляющую компанию, сходите в теруправление, зайдите в мэрию, в ТОС, позвоните в правительство, губернатору напишите. У нас вот так это выстраивается. У вас конкретно знают. И второй вопрос, который нас, конечно, очень интересует. Здесь Михаил Шевелев рассказывал про своеобразный гражданский договор, который вы заключаете с инициативными группами для передачи на содержание объектов, возникших в результате реализации проектов. Я как чиновник уже говорю. Парковки. Красиво я говорю, да? Ну, конкретно парковки. А что содержит этот договор? Ну, по парковкам пример был. Что содержит этот договор? Там прописывается соглашение обязательства инициативной группы содержать эту парковку, отсматривать ее состояние при необходимости ремонтировать мелкий ремонт или инициировать вопрос о каком-то крупном ремонте. Если это находится на территории муниципалитета, у нас некоторые микрорайоны пошли по тому пути, чтобы не строить маленькие зоны отдыха в каждом дворе, а строить большие объекты на микрорайон. В этом случае муниципалитет берет на себя обязанность по содержанию, а инициативная группа осуществляет приборку территории в рамках субботников и контроль за деятельностью организации, которая обязана содержать этот объект. Долго ли вам пришлось вырабатывать этот механизм? Как быстро вы смогли его внедрить и сопротивлялись ли граждане? Ну, сопротивление иногда идет и до сих пор. Некоторые отказываются реализовывать свои идеи, когда понимают, что не только есть права, но есть и обязанности. По большому счету алгоритм вырабатывался, наверное, в течение трех лет реализации проектов поддержки местных инициатив. Ну, мне достаточно легко об этом говорить, потому что до того, как я стала главой города Кирова-Чепецка, я возглавляла одну из инициативных групп и представляю очень хорошо, что происходит от инициативы до содержания. Да, Елена Михайловна, у нас остается буквально 15 секунд. Кто ваши агенты, через кого вы просветительской работой занимались? Как вы вот эту информацию распространяли, как работали с людьми? Здесь несколько каналов. Ну, это и депутаты действующие, они активно являются активными таким каналом продвижения инициативного бюджетирования. Это ТОСы, это общественные организации без создания юридического лица, это социокультурные центры, к которым относятся школы, но не все, безусловно, а только отдельные. Библиотеки у нас являются социокультурными центрами. Когда мы выходим общаться с жителями непосредственно во дворы, мы тоже проговариваем эти возможности. Спасибо, Елена Савина, глава города Кирова-Чепец. Коллеги, у нас время... Ну, его нет уже, к сожалению. Да, подошло к концу, у меня такое ощущение, что мы только подняли этот вопрос. Необходимо продолжение, договариваемся о продолжении. Благодарим Михаила Шевелёв, Николай Блюснин, Ольга Романова.